здравствуйте братья и сестры снова я с вами рада на связи сегодня такой замечательный день день победы хочу вас всех поздравить с этим великим днем это наш общий праздник независимо русский украинец мы всегда были одной великой страной но к сожалению эту страну у нас украли когда была бесплатная медицина бесплатное образование я еще смогла застать извините пожалуйста мне аллергическая реакция препарат антисептик который используют здесь я уже говорила неоднократно не так давно брали кофе у меня опять осиплость голоса разникла сожалению это бывает не всегда санитарные нормы соблюдаются как они соблюдаются но не везде скажем правильно брали кровь не так давно позавчера или вчера уже напомню точно и попросила я антисептик не использовать а влажные спиртовые салфетки вместо того чтобы потом сюда предложить салфетку влажную мне приложили ватный тампон марлевый тампон который просто взяли руками то есть пакет завязано медсестра этими же руками я была в шоке на самом деле немножко отвлеклась от темы просто на эти вещи обращаю внимание вот испортили мне вены когда делали химию то ли от противорвотного то ли от химии терапии хорошо вот сходили с сестрой к сосудистому хирургу и он мне сказал назначил лечение гепариновую мазь купили но вчера стал этой мази пользоваться нет сильный такой ожог я еще касс аллергик и прям такое сильное все покраснение было сейчас остается другую мазь заказывать здесь мы тоже брали кровь из вены и представляете уже прошло больше двух недель до сих пор вот я мажу троксивозином троксивозин и закончился надо тоже приобрести и вот как бы немножко уменьшился здесь семяк хочу вам сказать что по-прежнему живем с сестрой вот в маленькой комнатке вот здесь вот при паллиативной называется паллиативный пансионат правильно называется на пансионат прионка диспансере комнатка маленькая вот кушать негде вот приходится кушать здесь вот на на кровати вот стилю пеленку вот сестра у меня утром уже сходила за кашей тут недалеко есть столовая здесь тоже есть столовая можно купить покушать да ну и всегда конечно еда подходит мне бывает что она пересоленная либо очень жирная либо наоборот недосоленная но сестра не сходила с утра купила кашу я покушала кашу сейчас хочу попить чай слебом яйцо тоже что-то купили она вареное яйцо но чуть не очень потому что варим не сами приходится покупать готовую еду квартиру мы снять по-прежнему не можем потому что здесь как я уже сказала праздник какой-то намечается все страны участвуют какое-то спортивное в общем мероприятие будет проходить точно я не знаю что это за мероприятие я к сожалению за новостями не слежу у меня проблема еще с глазами телефон почти не захожу вот у меня промышка фурацелин я еще попростыла немножко для глаз вот капли а по эхилакомод увлажняющий 4 раза в день чтобы смягчить слизистую увлажнить потому что глаза у меня очень сильно сухие к вечеру особенно когда включаешь свет я просто как сестра говорит слепой крот глаза прищуриваю на горит все уже говорит пора ложиться спать потому что очень сильно болят глаза телефон практически не захожу в общем на улице весна вот мы правда закрыли потому что жалюзи здесь у меня стоит лесной бальзам для весен попало солнце утром я когда солнышко встает в общем попадаются на лекарство закрываем утром данной улице весна замечательная погода правда в казани похолодало хотели вот сегодня сходить сестрой расклеить объявление по поводу квартиры очень много уже расклеили но квартиру найти не можем риэлтор дают объявление на вот авито вот новое напечатали объявление сестра вот уже разрезала сегодня она сама пойдет клеить потому что я попростыла корла еще болит а скоро химиотерапия в понедельник начинается мне надо выздороветь было прохладно немножко походили тут еще сквозняки вот в паллиативной в этом пансионате почему-то хочется назвать паллиативная гостиница в общем пока сложно но химиотерапия помогает мне однозначно но есть очень много побочных побочных действий как сказал врач восьмой химии вены практически всех людей исчезают сжигаются хочу поблагодарить людей которые меня поддерживают смотрят меня переживают за меня помогают мне сказать вам большое спасибо что вы рядом потому что я очень нуждаюсь вашей помощи помощь мне ваша очень сильно нужно чтобы продолжить лечение закончить его здесь так как я уже начала его проходить мне осталось по плану до 3 курса химиотерапии если моя опухоль все сделает потом подкатая все это у меня нормализуется то лучевой терапии не будет я очень на этом надеюсь честно говоря я не хочу никакой не лучевой терапии никаких операций что я очень очень сильно уже устала хочется поскорее выздороветь я на это очень сильно надеюсь и вернуться к обычному образу жизни помогать также животным как я уже говорила и помогала животным кормила бездомных кошек собак помогать вам помните я рассказывала что я отстаиваю права в области жкх надеюсь что все таки потом создам свой канал буду полезным многим людям давать советы как правильно составить исковое заявление отстаивать свои права в суде но это все в будущем на сегодняшний день я занимаюсь лечением мне по-прежнему нужны средства для того чтобы купить себе воду которую вот сестра покупает каждый день вода дорогая покупает и в полу литровых бутылка у меня еще честно сказать даже вот полтора литровую бутылку тяжеловато поднимать у меня вот еще нефростома здесь слабые руки после вот этих вот еще манипуляции всяких рука ослабевает не имеет хочется до попросить вас чтобы вы мне помогли финансовым оказали помощь потому что нам приходится снимать гостиницу полить вот это вот почему-то полиативную пансионат оплачивать как говорила ранее 1700 за сутки покупать еду покупать питание дополнительное это сейчас я вспомню левитовское питание для онкобольных в холодильник мы его поставили оно с повышенным содержанием белка так как у меня недостающий вес и не хватает в организме белка не знаю как это все работает но врач сказала что у меня диета должна быть не углеводная а белковая то есть в рационе должно содержаться для меня рассчитывали сколько-то белка но к сожалению то все не считаю ну стараюсь восполнить белок с помощью вот этого питания левитовского для онкобольных она в то же время снимает детоксикацию потому что после химии очень сильная детоксикация в организме приходится много пить воды с травы для меня заваривает траву это не сразу после химии через неделю через две для чистки крови все это помогает все это работает поэтому прошу неравнодушных людей оказать помощь по-прежнему так как я очень сильно не нуждаюсь и поблагодарить еще раз вас за то что вы со мной рядышком пожелать вам здоровья еще раз хочу поздравить вас с таким великим днем днем победы всем спасибо за внимание всего доброго